В конце апреля в Великобритании задержали двух мужчин по обвинению в организации пожара на складе с гуманитарной помощью для Украины. Швеция расследует серию аварий на железной дороге, напоминающих акты диверсий. За всеми этими и другими случаями, как подозревают, стоит Россия. А издание Financial Times даже вместило статью с предупреждением о том, что российские спецслужбы, возможно, готовят диверсии по всей Европе. Россия планирует диверсии в Европе. Об этом правительством стало известно от спецслужб, пишет издание Financial Times. Европейские разведки считают, что Россия уже начала активную подготовку к организации взрывов, поджогов, а также повреждения инфраструктуры по всему ЕС. Совершенно не заботясь о том, что это может привести к жертвам среди мирного населения. Один высокопоставленный европейский чиновник заявил, что через службы безопасности НАТО передается информация о четких и убедительных российских происках, которые являются скоординированными и масштабными. Издание ознакомилось с оценками разведок нескольких европейских стран. Журналисты утверждают, что обладают свидетельствами довольно агрессивной подготовки диверсий, хакерских атак и применения дезинформации. Все это происходит, считают специалисты из Дании, по причине того, что Россия взяла курс на длительное противостояние с Западом. В частности, наличие угрозы журналистам подтвердил глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг. Расследования по поводу возможных актов пророссийского саботажа проводят также Великобритания, Швеция и Эстония. Министерство обороны Франции предупреждало в этом году о возможных диверсионных атаках со стороны России на военные объекты. В Баварии недавно арестовали двух человек по подозрению в подготовке нападения на военные и логистические объекты. Как раз все, что относится к военной помощи, может стать объектами диверсии в дальнейшем, допускает и немецкий политолог Андреас Умланд. Это в первую очередь, конечно, касается помощи Германии для Украины, скажем, если там предоставляется определенная техника и тренинг проводится, тогда это в первую очередь интересно для России. России тут еще в чем-то, может быть, в Германии легче, чем в других странах, потому что есть большое сообщество иммигрантов разных поколений из бывшего Советского Союза в Германии. И тоже есть еще оставшиеся связи между Восточной Германией и Москвой. Впрочем, опрошенные в статье эксперты не уверены, связана ли возросшая агрессия с тем, что россияне бросают больше своих ресурсов на процесс, или западная контрразведка научилась лучше обнаруживать и предупреждать атаки. Тем временем, шеф-редактор издания «За инсайдер» Роман Доброхотов считает, что Европа прежде просто не совсем понимала реальную суть угрозы. Постепенно внимание к российскому вмешательству, в том числе в ГРУ, которое главный инструмент этого внешнего вмешательства, оно росло. И уже после полномасштабного вторжения стало понятно, что речь идет о самой настоящей уже войне. Уже Путин угрожает западным странам откровенной ядерной войной и обычной. Так что я думаю, что сейчас будет намного сложнее действовать шпионом, чем это было, когда все были расслаблены. Сразу после полномасштабного вторжения Россию в Украину, более 600 российских разведчиков, работавших под прикрытием дипломатических представительств, были высланы с Европы. Это нанесло серьезный ущерб функционированию кремлевской шпионской сети. По словам шеф-редактора «За инсайдер», сейчас Россия пытается внедрить за границей новое, более молодое поколение ГРУшников, а также привлекает к сотрудничеству представителей диаспоры и даже преступной группировки.